Друзья, всем привет! Меня зовут Кирилл Виноградов, я заместитель начальника конструкторского отдела турбин по расчетным исследовательским работам, и я работаю в Объединенной Двигателестроительной Корпорации. Я авиационный инженер. И сегодня я хотел бы вам рассказать о численных методах, высокопроизводительных вычислениях и цифровых двойниках ГТД, газотурбинных двигателей. Вот с последнего слова мы с вами и начнем. Итак, ГТД. ГТД — это сложнейшая техническая система, которая вобрала в себя практически все существующие в природе физические процессы. Процессы аэродинамики, теплообмена, горение химических реакций, электромагнетизма, прочностного нагружения. Каждую секунду в этой машине кто-то вращается с безумной скоростью, горит, светится, искрит. И все эти физические процессы мы, инженеры, пытаемся смоделировать, научиться ими управлять, обуздать их и улучшить эту машину. Сам принцип работы газотурбинного двигателя весьма прост. Двигатель обеспечивает тягу за счет реактивной струи истекающего горячего газа из реактивного сопла. По сути, это такой большой, сложный и очень дорогой воздушный шарик, в котором долгое время не кончается воздух. Глобально двигатель состоит из трех основных узлов. На самом деле там все намного сложнее, но принцип его таков. Воздух попадает через воздухозаборник, вентилятор, там он сжимается или, как правильнее говорить, повышает свое давление. Дальше в камеру сгорания, где смешиваясь с топливом, он поджигается. Дальше получившийся горячий газ попадает на лопатки турбины, вращает их и, совершив механическую работу, попадает в реактивное сопло, где и создается реактивная тяга. Итак, как я уже сказал, в двигателе происходит огромное количество физических процессов и мы должны иметь их изучить и ими управлять. Какие же у нас есть подходы к изучению физических процессов? Ну, с древнейших времен у нас есть два основных. Это наблюдение и эксперимент. Относительно недавно по историческим меркам к ним добавился третий. Это моделирование. Что можно про них сказать? Ну, наблюдение. Наблюдение это замечательно, весьма недорого. Нам понадобится только некое оптическое оборудование, такое, как, например, бинокль. Но если смотреть в бинокль на ГТД, лучше он от этого не станет и не заработает. Поэтому мы переходим к эксперименту. Эксперимент отличная штука, очень приятная, полезная, крайне дорогая. Сделать эксперимент при разработке газотурбинного двигателя стоит таких денег, что нам, инженерам, приходится думать 10-100 тысяч раз, прежде чем решаться на этот шаг. И в этой связи наибольшую актуальность приобретает моделирование. Внутри этого подхода можно выделить несколько направлений. Среди них аналитические модели, которые известны намного более давно. И также численное моделирование. Вот о нем я бы хотел поговорить более подробно. Итак, что же такое численное моделирование? Вообще это подход к решению математических задач путем получения численного решения уравнений математической модели путем замены исходной задачи вычислительным алгоритмом. То есть мы находим некую математическую задачу, которая описывает интересующий нас физический процесс, и которую мы не можем решить аналитически одним и тем же, одним единственным способом. И заменяем математическую постановку вычислительным алгоритмом. Существует огромное количество численных методов, предназначенных для решения различных задач. Это методы контрольного объема, метод конечных разностей, граничных элементов, конечных элементов. В общем, мозг человека придумал целую сону методов для решения различных задач. Но глобально можно выделить три основных направления численного моделирования. Это конечный элементный анализ, он же finite element analyzing, вычислительная газовая динамика, computational fluid dynamics, которую еще иногда называют colorful fluid dynamics, то есть цветная газовая динамика. Чуть позже вы увидите, почему. И также моделирование электромагнетизма, computational electromagnetics. Внутри каждого из этих направлений также существует большое количество задач. Так, путем конечноэлементного анализа мы решаем задачи теплообмена в твердых телах, решаем задачи статической и динамической прочности, задачи быстрой динамики и многое-многое другое. С помощью CFD мы можем моделировать, как понятно из названия, задачи внутренней и внешней аэродинамики, теплогидравлические процессы, горение и химические реакции, даже замахиваемся на двухфазные жидкости, то есть двухфазные течения, это смесь допустим воздуха и масла, топлива и воды и так далее. Ну что касается электромагнетизма, там есть отдельные свои специфические задачи, такие как электростатика, электродинамика, а также задачи распространения волн. Но, как это всегда и бывает, самое интересное находится на стыке, на стыке различных научных направлений. Это связанные задачи, это когда мы пытаемся решить одновременно задачу аэродинамики и прочности, теплообмена и горения и аэродинамики, теплообмена и прочности, иногда все вместе, это самый высший пилотаж, то, чем мы и занимаемся в настоящий момент. Пару слов о самих методах. Метод конечных элементов. Это, в принципе, сеточный метод численного решения задач математической физики, в котором дискретизация нашей исходной краевой задачи осуществляется на основе ковариационных или проекционных методов. Грубо говоря, мы берем интересующую нас область, будь то металл или жидкая среда, но для жидкой среды этот метод применим значительно хуже. Разбиваем интересующий нас объем на элементы. Чем мельче разобьем, тем лучше. Прикладываем граничные условия и путем решения математической задачи к численным методам получаем распределение, допустим, напряжений действующих внутри тела, температур и так далее внутри интересующей нас области. Таким образом, ключевым преимуществом численного метода является возможность получить практически любой интересующий нас параметр в любой области исследуемого пространства. Это его главный плюс. Отчисленные газовые динамики. Чуть более подробно. CFD — это подраздел механики сплошных сред, то есть воздух и жидкость у нас среды сплошные, которые включают в себя совокупность физических, математических численных методов, предназначенных для вычисления характеристик потоковых процессов. Это очень важно, поскольку уравнения газовой динамики являются дифференциальными уравнениями, и вся наша математика работает только в том случае, если есть некое движение, если есть поток, поток жидкости или газа. Конечно, это инструмент имитации, то есть не нужно ждать от него, что мы будем иметь абсолютную точность, аналогичную эксперименту, но при правильном применении этот метод дает весьма впечатляющие результаты. Ну и, в конце концов, как я уже говорил, это решение уравнений газовой динамики. Что мы знаем в уравнении газовой динамики? Ну, уравнения газовой динамики, их на самом деле очень много, но основным из них является система уравнений Навье-Стокса. Она названа в честь французского математика Анри Навье и британского математика Джорджа Стокса, которые независимо друг от друга показали возможность вывода и решения этой системы уравнений. Ну, первичное решение этой системы уравнений было получено в 1822 году. То есть прошло уже почти 200 лет. Уравнения очень старые, но ничего лучше до сих пор никто не придумал. Все остается актуальным. Решив эти уравнения, мы бы узнали, как ведет себя каждая частичка воздуха в нашей атмосфере, каждая молекула воды в океане и так далее. Но, поскольку мы до сих пор этого не знаем, очевидно, с этим есть какие-то проблемы. И проблемы действительно глобальные. Решение данных уравнений в общем виде теоретически возможно, но практически никем на данный момент не решено. Эта задача решения уравнений Навье-Стокса в общем виде относится к так называемым проблемам тысячелетия. Тому, кто решит эту задачу в общем виде, насколько я помню, полагается 1 миллион долларов. Но данный приз пока остался незабранным. Если упрощать данную систему уравнений, например, исключить из нее силы вязкого трения, поскольку уравнение Навье-Стокса описывают течение вязкого сжимаемого теплопроводного газа. Если мы исключим вязкость, мы получим систему уравнений Эйлера, которая также может с большим успехом применяться для моделирования, хотя и не учитывая силы вязкости, и мы используем ее в инженерной практике для предварительных расчетов. Но сильно проще решить ее от этого не становится. Эти уравнения могут быть решены только приближенно с помощью численных методов. Именно здесь все наши методы контрольного объема и так далее и приходят на помощь. При этом наибольшие трудности эта задача представляет для турбулентного течения. А что же такое турбулентность? Турбулентное течение – это форма нерегулярного движения, при котором параметры потока изменяются случайным образом вокруг своих средних значений во времени и пространстве. Это формальное определение. А грубо говоря, турбулентность – это хаос. Причем хаос беспросветный. Она находится везде. Везде, в микромире, в фотосферах звезд, в пылевых скоплениях галактик. Везде присутствует турбулентность, везде присутствует турбулентное хаотическое движение. И смоделировать его, учесть, понять те процессы, которые происходят в турбулентном потоке, практически невозможно. Даже Фридрих Прантель шутил таким образом. Когда я умру и окажусь перед Всевышним, первое, что я его спрошу – «Господи, а что же такое турбулентность?» Ну и на ответ я особо не рассчитываю. Так что, как можно догадаться, уже почти 200 лет назад люди понимали, что в общем виде решить эту проблему, проблему турбулентности, очень сложно. Если мы говорим о турбулентном режиме течения, пожалуй, стоит упомянуть и ламинарный режим течения. Что же это такое? Когда наш поток движется, например, в трубе с небольшой относительно скоростью, то струи жидкости являются упорядоченными. И силы внутренней вязкости и жидкости превалируют над теми силами, что приводят поток в движение. Поток течет равномерно, каждая струйка тока не перемешивается относительно друг друга, и все у них хорошо и спокойно. Но если мы начнем, например, увеличивать перепад давления или вносить какие-либо возмущения в наш поток, то силы инерции начнут давить на вязкость. Струйки тока начнут перемещаться, обмениваться друг с другом энергией, и в результате постепенно наступит полный хаос. Именно это и будет турбулентным течением. Для того, чтобы понять, когда поток ламинарный, когда турбулентный, был изобретен и введен специальный критерий подобия. Число Ринольца. Число Ринольца — это мера соотношения сил инерции в потоке к силам вязкости. И именно его величина может численно показать нам, какой характер течения у того потока, который мы изучаем. Так, например, для круглой трубы относительно стандартного размера критическое число Ринольца, при котором у нас заканчивается ламинарный режим течения, составляет 2300 единиц. Конечно, ошибочно думать, что 2301 — и все, у нас сразу хаос, турбулентность, есть существенная переходная область и большие сложные процессы. Но в общем и целом так оно примерно и работает. При этом, если мы говорим о профиле скорости в ламинарном потоке, то, естественно, скорость потока на стенке равна нулю, и дальше она монотонно изменяется к ядру потока. Но нас, как инженеров, которые занимаются газотурбинными двигателями, очень интересует тонкий пограничный слой. который находится около стенки. Именно в пограничном слое происходит большая часть процессов, которыми мы занимаемся. Это обтекание любой аэродинамической поверхности, процессы теплообмена. Большая их часть происходит в пограничном слое. И пограничный слой также может быть ламинарным или турбулентным. Какой слой лучше, спросите вы? Ну, в ламинарном пограничном слое меньше потери, поскольку он более упорядочен и так далее. Есть подводный камень. Ламинарный пограничный слой очень любит отрываться. Он не любит существовать долго, и потери при отрыве существенно выше, чем те потери, которые формируются в турбулентном пограничном слое. Этим мы пользуемся. Так, например, большая часть лопаток в турбомашине, как то в компрессоре, так и в турбине, работают при турбулентных пограничных слоях. У нас есть ламинарный начальный участок, и мы стремимся спроектировать лопатку таким образом, чтобы пограничный слой как можно быстрее турбулизировался и остался приклеенным к поверхности, поскольку при турбулентном пограничном слое за счет внутреннего обмена энергии и ее диссипации пограничный слой менее склонен к отрыву, что очень полезно для нас, поскольку мы имеем меньшие суммарные потери. Если говорить о применении ламинарных пограничных слоев, то в авиастроении, в частности в сдачах внешней аэродинамики, обтекании крыльев, фюзеляжев, использовании ламинаризованных профилей, которые обеспечат ламинарное обтекание, но без отрыва, является весьма передовой задачей, и этим занимаются очень многие фирмы. Ну, а теперь давайте поговорим о том, как же все-таки моделировать турбулентность. У нас есть численные методы, у нас есть уравнение на въезд токса. Что же нам делать? Ну, человеческий ум придумал большое количество математических и численных методов для того, чтобы подступиться к решению этой проблемы. И давайте пойдем сверху вниз. Первый и самый простой с точки зрения методологии способ это прямое численное моделирование, или Direct Numerical Simulation, DNS. Это когда мы ничего не боимся. У нас есть проблемы, у нас есть турбулентность, у нас есть огромный компьютер, пусть у нас есть ресурсы всей планеты, и мы построены так, чтобы смоделировать каждый маленький вихарек, который есть в турбулентном течении. Здесь есть своя серьезная загвоздка. Она заключается в том, что при увеличении числа Ринольдса, и чем больше, более турбулентный режим течения, тем меньше этот характерный размер вихря. А для того, чтобы смоделировать этот вихрь, нам нужно на каждый маленький вихарек положить не менее 4 элементов расчетной сетки. Нетрудно посчитать, что количество ячеек в нашей расчетной сетке будет просто неимоверно большим, просто огромным. И таким образом, удел этой технологии на данный момент это модельные задачи и настоящий вычислительный эксперимент, когда мы с помощью этого чрезвычайно трудозатратного, но весьма точного метода верифицируем наши более простые модели. Человечество стало думать дальше. Ну хорошо, у нас есть ДНС, мы не можем его применять для реальных задач. Как же нам быть? И они подумали, математики и светлые головы. Так давайте не будем моделировать каждый вихрь. Зачем он нам нужен? Ведь множество мелких вихрей оказывают такое микроскопическое значение на параметры, что не представляет для нас большого интереса. Хорошо, давайте будем моделировать только крупные вихри, а мелкие, да как-нибудь попроще посчитаем. И так родился подход, который называется LES. Large Eddy Simulation. Моделирование крупных вихрей. Когда мы решаем, непосредственно разрешаем уравнение на въезд токса только для крупных вихревых структур, которые может проглотить наша расчетная сетка, а все мелкие фруктуации учитываем некой упрощенной подсеточной моделью. Этот подход уже применяется для решения реальных задач достаточно часто, но по-прежнему остается очень вычислительно затратным. То есть такие задачи даже на самых мощных компьютерах и суперкомпьютерах решаются в течение недель, месяцев. Ну, насчет лет не знаю, думаю, никто не дождался до роста. Или свет выключили. Подобный же подход, близкий к лесу, называется DES. Это так называемое моделирование соединенных или раздельных вихрей. Это подход, который помогает нам тогда, когда нас мало интересует пограничный слой. Например, в некоторых задачах акустики или внешней аэродинамики. В этом случае мы также моделируем вихри в явном виде в основном потоке, а область внутри, близкой к пограничному слою, мы заменяем упрощенной моделью. Но, опять же, этот подход имеет свои ограничения, поэтому нам, инженерам, приходится, как всегда, идти на ухищрение. И здесь нам на помощь приходит так называемый подход решения осредненных по ринольцу, или, правильнее говорить, по времени уравнений на въезд токса. Это подход РАНС. Вот этот подход РАНС, это наша рабочая лошадка, это то, что мы используем в своей повседневной практике. Он заключается в том, что путем осреднения уравнений на въезд токса по времени вводятся дополнительные переменные, которые называются ринольцевыми напряжениями, которые неким образом позволяют нам упрощенно смоделировать весь процесс турбулентности, не моделируя каждый отдельный вихрь. Плата из этой, конечно, является точностью. Но благодаря большому количеству различных моделей турбулентности и тех подходов, которые мы применяем, особых математических ухищрений, нам удается добиться приемлемой точности в сравнении с экспериментом при использовании данного упрощенного подхода. На рисунке вы можете видеть сравнение результатов численного моделирования для трех различных подходов. РАНС, ЛЕС или ДЕС, в данном случае это ЛЕС, и ДНС. Как легко можно заметить, результаты весьма сильно отличаются. Для РАНС характерно наличие отдельных, весьма гладких вихревых структур, которые, естественно, имеют мало общего с реальным процессом. Если мы включаем ЛЕС, то мы уже видим некие вихревые структуры, которые распадаются, взаимодействуют друг с другом. Ну и подключив ДНС, разрешив турбулентность полностью, мы видим все даже самые мельчайшие вихри. Ну а ниже на рисунке представлены некие абсолютно сравнительные размеры тех элементов расчетной сетки, которые нужны для того, чтобы разрешить данную задачу. Так, например, подход РАНС вот здесь на экране. Для ЛЕС элемент существенно меньше, примерно в 15-20 раз. Ну а элемент ДНС предлагаю поискать, он там есть. Поэтому наш удел РАНС на данный момент. Как сделал прогноз один из разработчиков моделей турбулентности, с ПАЛАРТ, реальное применение вихреразрешающих моделей, таких как ДНС в инженерной практике, должно наступить не ранее 2080 года. Поживем-увидим, конечно, развивается все очень быстро, но пока похоже, что где-то примерно там это и будет. Ну, пару слов о моделях турбулентности для подхода РАНС. Как я уже говорил, подход РАНС заключается в том, что мы должны осреднить уравнение на въезд токса по времени. И для этого мы разделяем скоростную составляющую потока на две части – осредненную скорость и пульсационную или флюктуационную составляющую, с помощью которой мы и учитываем турбулентность. Именно внутри нее, в том, как мы будем ее моделировать, заключается основная сложность разработки моделей турбулентности. Путем связывания процесса возникновения турбулентных вихрей с некоторыми синтетическими параметрами, такими как, например, турбулентная вязкость, которая даже в природе не существует, мы создаем различные модели турбулентности. Их большое количество, они варьируются по своей сложности, точности и особенностям применения. Начиная от самых простых алгебраических моделей, такие как модели Прантли, Калмогорова, Болдуина, Ломакса и другие, через дифференциальные однопараметрические модели, в которых решается одно дополнительное уравнение переноса, например, для турбулентной вязкости, такие как модель Спаларта, который про 2080 год говорил. С моделью у него неплохая получилась. Другим классом моделей являются двухпараметрические дифференциальные модели, которые вводят такие понятия, как кинетическая энергия турбулентности, диссипация энергии, частота завихренности, много всяких понятий придуманы. Все для того, чтобы каким-то образом связать процесс возникновения этих вихрей с более понятными, простыми математическими определениями. Даже есть трехпараметрические модели. Вот она одна, основная V2F модель, но все их объединяет одно. У всех этих моделей есть свои ограничения. Все они включают в себя, помимо этих дополнительных переменных, введенных нами, определенные эмпирические константы. То есть все они так или иначе настроены по экспериментальным данным. Они могут быть более универсальны, менее универсальны, но все они имеют свои ограничения. Мы не можем просто так взять и посчитать любые виды процесса с помощью одной модели. Все намного сложнее. Важно сказать, что введение цифровых технологий, численного моделирования, суперкомпьютерных вычислений кардинально преобразовало процесс нашей деятельности, то есть процесс разработки газотурбинного двигателя в последние годы. Он полностью трансформировался. Давайте посмотрим как. Начиная с 70-х, 80-х годов, когда у нас в Советском Союзе разрабатывались газотурбинные двигатели, это вышло на широкую ногу, индустрия росла, люди затрачивали по 12-15 лет на разработку даже не самых сложных и не самых передовых изделий. Те, которые были далеко за гранью, занимали еще больше времени, требовали еще больше времени на свою разработку. А все почему? Потому что процесс проектирования был достаточно короткий. Мы плохо умели считать, использовали аналитические модели, разработали конструкцию, изготовили ее, и дальше начинался мучительный процесс доводки. Сколько двигателей было сломано и разрушено на стендах, даже сложно посчитать. Хотя на самом деле не так уж и сложно, вся эта статистика сохранилась. 25-30 двигателей было создано и просто разрушено в ходе работ по доводке для того, чтобы обеспечить требуемые характеристики. На сегодняшний день с использованием всех современных средств инженерии, такие как система автоматизированного проектирования, численное моделирование, методы оптимизации, мы справляемся с разработкой современного конкурентоспособного двигателя за 4-5 лет. За счет того, что увеличивается внутренний вес процесса проектирования, но существенно сокращается доводка. То есть большую часть базовых инженерных проблем мы решаем уже на этапе проектирования. Но мы смотрим в будущее и надеемся, что дальнейшее внедрение и численных методов повышения эффективности нашей работы, введения цифровых технологий позволит нам еще дополнительно сократить сроки. И мы сможем разрабатывать новый двигатель на основе опережающего опыта, конечно, разработки технических решений, но практически за три года. Это наша цель, и мы к этому стремимся. На сегодняшний день в УДК процесс проектирования двигателя практически полностью заложен в виртуальности. То есть мы, по сути, делаем виртуальный двигатель на начальном этапе. На рисунке вы можете видеть тот цикл проектирования, цикл виртуального проектирования ГТД, который мы используем. Во главу угла положена пространственная математическая модель, которую мы получаем на основе работы в системах автоматизированного проектирования или на основе неких предварительных расчетов. Затем для нее выполняется пространственное аэромеханическое проектирование, ее тайная оптимизация по газодинамическим, прочностным характеристикам и так далее. Далее весь этот набор трехмерных моделей собирается в электронный макет, который, собственно, и является нашей конструкторской документацией. На Кульманах никто не чертит. Стоят не только в музее. При этом весь этот электронный макет полностью повторяет реальный двигатель, вплоть до положения агрегатов, трубопроводов на нем, каждой последней гаечки. Все это есть в электронном макете. Есть спецификации, мы всегда знаем, из чего состоит наша машина. Затем, отправляя наши детали на изготовление, мы используем проектирование литейной, механической оснастки, также по 3D-моделям, без бумажной технологии проектирования. Изготовление на наших современных станках, станки из ЧПУ, литейной печи, также выполняется по трехмерным моделям. При этом контроль изготовленной детали, вы не поверите, тоже 3D. Есть методы бесконтактной оптической оцифровки, методы координатно-измерительных мероприятий. Все это расположено в пространстве. Именно таким замкнутым циклом мы и пользуемся на сегодняшний день при разработке наших новых машин. Говоря о численном моделировании, я много рассказал о его возможностях. Давайте поговорим о примерах, о том, что же реально мы делаем с помощью численного моделирования в процессе разработки ГТД. Мы моделируем практически каждый физический процесс, который происходит в двигателе, начиная от акустики, аэродинамики, прочности и трещиностойкости, горению двухфазных течений, моделированию бронезащиты, композитных материалов, используем методов оптимизации. Везде сплошь математика, численное моделирование и вычислительные эксперименты. Теперь посмотрим некоторые примеры. Здесь вы видите пример решения нестационарной аэродинамической задачи. Мы используем численное моделирование для того, чтобы проектировать лопаточные машины, компрессор и турбину. С помощью наших численных методов мы можем предсказать их аэродинамические характеристики в любой момент времени. И как легко заметить, нестационарные параметры сильно отличаются от стационарных. То есть наше проектирование ведется при нестационарном режиме течения. Мы учитываем то взаимодействие лопаток друг с другом, которое происходит в реальной жизни. Мы можем оценить амплитудно-частотные характеристики, понять, как лопатки влияют друг на друга, как минимизировать их потери. И легко понять, что для того, чтобы смоделировать такую штуку, нам необходимо считать все колесо, полное колесо ротора. В среднестатистическом колесе турбины может быть около 100 лопаток. 100, 120, может быть даже больше. Все зависит от формы и геометрии, конечно. Но допустим, у нас 100 лопаток. В одном межлопаточном канале, для того, чтобы даже сработал ранз, нам нужно порядка полутора-двух миллионов ячеек. Ну вот представим, что нам нужно 200 миллионов ячеек только на то, чтобы смоделировать одно колесо. А колес там много. Турбина-машина многоступенчатая. Как же нам быть? Для этого умные головы придумали различные методы снижения размерности нестационарной аэродинамической задачи, такие как методы преобразования времени, преобразования фурье и так далее, которые позволяют нам, моделируя всего лишь несколько межлопаточных каналов в так называемой периодической постановке получать полную картину и взаимодействие друг с другом. С его помощью мы и доводим аэродинамические характеристики, которые потом подтверждаются на стендах. Что касается наших турбин, нашей горячей части двигателя, то здесь численное моделирование нужно еще больше, потому что вдобавок к аэродинамике здесь приходят процессы теплообмена. Наши лопатки, лопатки горячей части турбины, работают в безумно тяжелых условиях. Бедная лопатка распринимает нагрузку равной весу груженой фуры. На одну лопатку высотой 10, 6, 5 сантиметров может приходиться сила до 35 тонн, которая стремится ее разрушить. При этом температура газа, при которой работают лопатки, она более 2000 градусов может составлять. И нам необходимо спроектировать лопатку таким образом, чтобы она не просто выдержала все указанные нагрузки, а при этом еще имела высокую газодинамическую эффективность, то есть обеспечила наш коэффициент полезного действия. Для этого мы проектируем ту систему охлаждения, которая внутри лопатки, которую вы можете видеть здесь. Вот эти все внутренние сложные каналы, которые нужны для того, чтобы интенсифицировать теплообмен охлаждающим воздухом и не позволить лопатке разрушиться, с помощью численного моделирования. Мы исследуем процессы в каждом маленьком канале внутри этой лопатки, с тем, чтобы обеспечить требуемое ее тепловое состояние. И наши лопатки остаются целыми в условиях таких экстремальных нагрузок. Здесь также используются методы RANS, поскольку задача очень сложная, тяжелая. При этом по результатам нашей верификации моделей мы получаем вполне удовлетворительное сходиождение с экспериментальными данными, которые вы можете видеть на рисунке. Это сравнение эффективности охлаждения лопатки, которое весьма близко. Ну и потом, самым главным подтверждением нашей работы является успешное испытание и работоспособность двигателя, что, собственно, и было подтверждено. При этом надо понимать, что в турбине мы моделируем теплообмен и процессы охлаждения не только внутри самой лопатки, но и во всех внутренних системах, в той системе охлаждения, которая находится внутри. На предыдущем рисунке вы видели модельную задачку внутренних каналов лопатки, а здесь представлена реальная геометрия геометрия лопатки турбины и траектория течения воздуха внутри нее, как легко можно увидеть. Все эти процессы очень сложны. Структуру и траекторию этих потоков каким-то аналитическим способом предсказать мы не можем, мы просто не в состоянии, это слишком сложно. Есть определенные упрощенные инженерные методы, но они, конечно, не дадут того уровня точности и детализации, и понимания тех процессов, которые там происходят, как численное моделирование. Следующим очень важным аспектом является безопасность. Наш газотурбинный двигатель в первую очередь должен быть безопасным, особенно если это гражданская авиация. К нему предъявляется огромное количество требований по безопасности сертифицирующими органами. Среди них стойкость к попаданию посторонних предметов. В наш двигатель на взлете может попасть нечто постороннее. Иногда это может быть некий предмет взлетно-посадочной полосы, плитка льда или что-нибудь еще. Но иногда это могут быть и живые существа. Я говорю о птицах. Конечно, вокруг аэродромов постоянно устанавливают отличные утрозвуковые отпугиватели и прочее, но наши пернатые друзья иногда все-таки попадают в ГТД. Им уже, к сожалению, не поможешь в этом случае, а нам как-то нужно работать. Для этого мы проектируем наш вентилятор и ту переднюю часть двигателя таким образом, чтобы она выдерживала попадание птицы. При этом не просто двигатель не должен разрушиться или что-то с ним должно произойти, он не должен даже потерять тягу больше, чем на 5% на протяжении весьма короткого времени. Все это прописано в сертификационном базисе и требованиям гражданской авиации, гражданским ТРДД. Поскольку, как правило, птица попадает туда на взлете, когда вся тяга двигателя нужна самолету для того, чтобы набрать высоту и уйти в небо. Именно поэтому эти требования настолько жестки. И наша лопатка должна быть спроектирована таким образом, чтобы выдержать попадание птицы. И здесь, на рисунке, на видео, вы можете увидеть сравнение нашего численного моделирования с результатом эксперимента. Та конструкция лопатки, которую мы разработали, я посчитал большое количество вариантов, обеспечило свою прочность при попадании птицы. Вот это вот яйцеобразный предмет, это и есть наша птичка. Справа тоже. Защитникам животных могу сказать, что птичка уже была мертва. При этом, как вы можете видеть, лопатки не просто не разрушились, а по сути с ними ничего вообще не произошло. Наш двигатель продолжает работать, с ним все в порядке. Чего, конечно, не скажешь о птичке. Другой отдельной задачей является моделирование обрыва лопатки вентилятора. Иногда такое может случиться. Мы проектируем вентилятор таким образом, чтобы этого, конечно, никогда не произошло, но требования сертифицирующих органов четко прописаны, что корпус вентилятора и сам двигатель должен обеспечить локализацию своих повреждений в случае обрыва лопатки вентилятора. То есть лопатка ни в коем случае не должна покинуть пределы корпуса. Ведь если она пробьет наш корпус, нашу мотогондолу, она попадет в топливную систему, да куда угодно. В самолете много всяких систем, может даже пробить фюзеляж, мало тогда не покажется никому. Это будет настоящая катастрофа. Именно для этого наши корпуса и наши двигатели проектируются таким образом, чтобы даже в случае обрыва лопатки она осталась внутри, чтобы она не покинула наши пределы. И мы в процессе разработки нашего двигателя перебрали огромное количество вариантов и лопатки и корпуса, чтобы обеспечить требуемое сочетание параметров, чтобы корпус удержал лопатку. Здесь на видео вы можете видеть сравнение наших результатов моделирования и реальных испытаний на вентиляторе. Там, где лопатку подрывают, она обрывается, колеблят соседние лопатки, но при этом она не покидает пределы корпуса и не задевает, не приводит к разрушению соседних лопаток, то есть не возникает так называемого эффекта домино, когда одна лопатка разрушает другую, так дальше по цепочке и все. Двигатель, конечно, в этом случае выключается, никто не требует от нас работать без лопатки вентилятора, но самое главное, чтобы она не покинула пределы. При этом иногда в практике двигателя строения, особенно в ранней его эпохе, в Советском Союзе и раньше случалась такая штука, когда происходило разрушение той детали, разрушиться, которая не должна. Я говорю, например, о диске турбины. Это самая тяжелая, монолитная и горячая деталь в двигателе, и в случае ее разрушения ничто не может ее остановить. Никакой корпус, она пролетит, пробьет практически все, что угодно. Слава Богу, катастроф таких было совсем немного, но был достаточно интересный случай на испытаниях. Однажды при испытаниях двигателя на стенде из-за неправильного проведения расчетов, из-за отсутствия численного моделирования произошло разрушение диска турбины, и он вылетел за пределы двигателя. Так вот, он пробил не только корпус двигателя и крышу стенда, он пролетел около километра и упал на автобусную остановку рядом, шипя и шкварча, как кусок масла в луже. Слава Богу, никакие люди, которые находились на остановке, не пострадали, но осадочек у них, я думаю, остался. Другая отдельная задача, это расчет траектории движения посторонних предметов, которые к нам попадают. Это как раз лед, мусор с ВПП и так далее. Мы должны проектировать наши воздухозаборники таким образом, чтобы не было никаких печальных последствий, чтобы мы точно знали, как поведет себя предмет, который в него попал, чтобы он не попал в сердце нашего двигателя, в газогенератор, не повредил какие-либо его части, наоборот, просто пролетел сквозь двигатель, через второй контур, например, и ушел дальше. Для этого нам помогают методы моделирования погруженных тел в среду, то есть так называемый метод Six-Dove-Solver. Он позволяет нам моделировать поведение тела внутри аэродинамического потока с учетом тех сил, которые на него действуют. То есть, например, плитка льда, которую вы можете видеть здесь на экране, она не просто перемещается по инерции, она перемещается под действием тех газодинамических сил, которые действуют на нее. Это очень важно. Это очень сложная задача, которая требует определенных математических ухищрений, которые мы успешно решаем. На экране представлен один из двигателей разработки ОДК, для которого подобные оптимизационные расчеты и исследования траектории движений посторонних предметов и были выполнены. Процессы горения в камере сгорания стоят особняком при численном моделировании данного вопроса. Это крайне сложная задача, поскольку она существенно отличается от наших аэродинамических расчетов тем, что добавляются процессы смеси образования и процессы химических реакций. При горении углеводородного топлива происходит огромное количество химических реакций, их тысячи, и мы должны их учитывать для того, чтобы правильно прогнозировать процессы смешения, процессы определения полноты сгорания в камере и самое главное процессы выделения вредных выбросов. Ведь наша камера производит огромное количество вредных веществ, но мы стремимся сделать их количество как можно меньше. ведь современные требования к эмиссии вредных веществ ужесточаются с каждым годом и при этом никто не захочет жить, например, рядом с электростанцией, которая коптит. А для этого необходимо правильно моделировать процессы горения. И как вот здесь на рисунке можно видеть, помимо самой визуализации процесса, мы весьма неплохо совпадаем с экспериментальными данными. То есть мы решаем эти задачи, мы стремимся как можно точнее моделировать эти процессы, минимизировать количество испытаний и обеспечить соответствие с заявленным характеристикам, что в общем-то у нас получается. Задача определения акустических характеристик ГТД также крайне важна, поскольку помимо требований по эмиссии огромное значение имеют требования по шуму. Большая часть наших советских лайнеров не имеет возможности летать за границу именно в связи с требованиями по акустике с тем уровнем шума, который производит планер и двигатель в его составе. Для этого мы используем процессы численного моделирования, чтобы определить источники шума в ГТД, их интенсивность, то, что там происходит, и разработать мероприятие по шумоглушению. Основными источниками шума в ГТД у нас являются вентилятор и реактивное сопло. И именно здесь мы сосредотачиваем свои усилия по доводке конструкции с точки зрения акустики. Здесь вот можно увидеть сравнение с экспериментальными данными по уровню акустического давления и аналогичная картина для сопла. Так вот, например, здесь представлены результаты для двигателя сам 146, который в составе самолета Сухой Суперджет-100 имеет допуск и имеет право летать в любые аэропорты по всему миру и успешно эксплуатируется за границей. Говоря о конструировании и разработке авиационных двигателей, не стоит забывать о технологических процессах, то есть о процессах самого изготовления двигателя. Для этого также используют зачисленные моделирования. Ведь те процессы, которые происходят при изготовлении, они крайне сложны. Что мы, когда мы говорим о литейных процессах, о процессах механической обработки, об объемном прессовании и так далее. Для всего этого также требуется численное моделирование. Поскольку, если мы не будем правильно учитывать те процессы, которые происходят при литье, например, мы получим отливку недолжного качества с внутренними дефектами, и для этого наши технологи также занимаются численным моделированием, определяют оптимальные параметры заливки, оптимальные параметры технологического процесса, чтобы нам на выходе получить годную деталь с минимальными отклонениями. Ну и, конечно, композиционные материалы. Это отдельно огромная тема, коснусь ее буквально кратко. На двигателе используется значительное количество деталей из композитов, то есть это и корпуса и вентилятора, и лопатки компрессора. Так вот здесь представлена композитная лопатка вентилятора для проектирования трехмерной системы армирования, которой также используется численное моделирование, которое позволяет нам учитывать анизотропию свойств материала, о том, как она ведет себя при различных нагрузках, и другие аспекты применения данных материалов. Моделирование аддитивных технологий, весьма популярные в современном мире вещи, также является неотъемлемой частью нашего подхода к моделированию процесса разработки ГТД. Аддитив плотно вошел в нашу жизнь, он очень широко применяется в нашей повседневной работе, в повседневной работе инженеров. Правда, в первую очередь для прототипирования, когда нам нужно изготовить некую опытную деталь или, например, какой-то объект, который слишком долго и дорого изготавливать традиционными методами, здесь нам на помощь приходят аддитивные технологии. При этом в последнее время эта область их применения существенно расширилась, и мы реально разрабатываем детали, которые впоследствии изготавливаются аддитивом и встают на двигатели. На двигателях ОДК их уже достаточно много. Так вот, сам процесс селективного лазерного сплавления или другого аддитивного метода также крайне сложен. И для определения эффективного набора параметров, тех технологических режимов обработки также используются численные моделирования. При этом моделирование ведется на различных уровнях, начиная от микроуровня, где мы рассматриваем то, как взаимодействуют друг с другом гранулы металлопорошковой композиции, из которой изготавливается деталь, до мезоуровня, где мы исследуем влияние слоев деталей, как они взаимодействуют между собой при выращивании, до макроуровня, где мы оцениваем общее поведение и характеристики детали при ее изготовлении. Здесь нам также помогает численное моделирование. Отдельно хотел бы остановиться на том, как мы создаем конструкции, как рождаются та геометрия, которая становится деталью газотурбинного двигателя и впоследствии поднимается в небо, ведет, приводит в движение корабль, качает газ или вырабатывает электроэнергию. Помимо нашей интуиции, нашей творческой мысли конструктора, конечно, нам на помощь приходят математические методы. Я говорю об оптимизации. ГТД это одна сплошная экстремальная задача, то есть оптимизация это методы нахождения решения экстремальных задач, то есть нахождение максимума функционала или минимума, а к ГТД предъявляется огромное количество противоречивых требований, которые часто перекрывают друг друга и создать эффективную конструкцию, которая удовлетворяла бы им всем крайне сложно. Невозможно держать в голове там двадцатимерное пространство ограничений целевых функций, которые накладываются даже на отдельный узел газотурбинного двигателя. Я уже не говорю о двигателе в целом. Именно здесь для этого мы применяем математические методы, методы оптимизации. На слайде вы можете видеть результаты оптимизации части компрессора низкого давления. Наши математические методы многодисциплинарной и многопараметрической оптимизации позволяют нам найти тот вариант решения, тот вариант геометрии конструкции, который удовлетворял бы всем требуемым критериям. При этом часто у нас есть множество решений, то есть множество неулучшаемых решений, так называемое множество паретто. Причем вы можете видеть, как существенно меняется геометрия конструкции при проходе по данному множеству. То есть двигатель или его узел, который имеет максимальную газодинамическую эффективность, будет серьезно отличаться от того, который имеет, например, минимальную массу и так далее, а мы должны создать компромиссный вариант. При этом традиционные методы оптимизации, о которых я сейчас рассказывал, они являются нашей рутинной процедурой. То есть в двигателе практически не остается деталей, которые не подвергаются оптимизации с помощью тех или иных математических методов. И следующим шагом, реальным шагом вперед, шагом близко, за грань возможного становится оптимизация с учетом реальных условий. О чем я говорю? Я говорю о рабастной или вероятностной оптимизации. Это оптимизация с учетом тех отклонений, которые существуют в реальной жизни. Нужно понимать, что в нашем проектировании, в нашем традиционном проектировании, мы рисуем лопатку. Лопатка абсолютно идеальна. Она не имеет ни малейшего отклонения. Она именно такая, как мы ее нарисовали. Но когда мы поставим ее на станок, начнет ее вытачивать или что-то еще с ней делать, конечно, возникнут определенные отклонения. Всегда есть допуска. Всегда есть допуска на изготовление. Каждая лопатка немножечко, но отличается от другой. И их сочетание, когда мы соберем целый вентилятор из этих разных лопаток, его реальная работа будет отличаться от той, которую мы моделировали, поскольку не будет двух одинаковых лопаток. Также можно сказать о режиме работы двигателя. Режим работы двигателя всегда немножко другой. У нас есть разбросы по климатическим характеристикам, некоторые внутренние другие отклонения и так далее. Настоящий высший пилотаж это оптимизировать конструкцию таким образом, чтобы она работала максимально эффективно с учетом вот этих особенностей с учетом реальной эксплуатации. И здесь мы подходим к понятию вероятностной оптимизации. То есть чем отличается традиционная или детерминированная оптимизация от рабастной? При детерминированной оптимизации мы максимизируем функционал в точке, если мы смотрим в пространстве наших варьируемых геометрических переменных. То есть она имеет максимальную эффективность вот здесь на пике горы. При этом как только мы двинемся влево-вправо, все наши параметры провалятся сразу же. И реальные характеристики нашей конструкции могут быть существенно ниже, чем то, что мы закладывали. Очень грустно бывает разочаровываться, когда у тебя на экране все хорошо, а в реальной жизни нет. А при рабастной оптимизации мы находим такое решение, которое будет пусть несколько хуже, чем вот эта идеальная точка, но зато оно с максимальной вероятностью реализуется на практике, то есть мы получим ту конструкцию, которая действительно будет работоспособна и подтвердит заявленные параметры. Для этого разработано также огромное количество математических и численных методов, таких как методы стахастической коллокации, полиномиального хаоса, там очень много больших и длинных названий, но общий смысл их сводится к тому, как представить случайный процесс, с которым сопряжено любое вероятностное событие, такие как отклонения и так далее в математическом виде и как его решить, как найти это самое вероятностное решение задачи оптимизации, найти, допустим, мат ожидания или максимизировать вероятность достижения того или иного события. И мы ВДК успешно решали такие задачи как совместно с зарубежными партнерами, так и сами. В настоящий момент находимся на пути к промышленному внедрению данных технологий для того, чтобы проектировать с учетом реальной особенности конструкции. Отдельно хочу остановиться на третьем направлении. Это так называемая топологическая оптимизация. Все, что я говорил раньше, относится к так называемой параметрической оптимизации, когда мы имеем некий набор переменных, которые описывают конструкцию и оптимизируем их сочетание. Пусть даже с учетом вероятности, но топологическая оптимизация это про другое. Это чистое творчество, причем творчество вообще за гранью интуиции. То, что творит машина, когда ей даешь свободу творчества, не поддается часто никакому описанию. Как это работает? У нас есть с вами некая область, в которой мы хотим поместить нашу деталь. В первую очередь я говорю об оптимизации силовых конструкций. Мы знаем граничные условия, нагрузки, которые должна она выдерживать, и мы хотим создать деталь, которая будет иметь минимальную массу. Мы даем машине такую задачу и говорим убери все лишнее, все, что не нужно. Ну вот что-то она и убирает. В итоге получается вот такая интересная конструкция. Для плоской задачи она выглядит достаточно логично. Ничего вроде в этом такого нет, но когда мы переходим на трехмерные случаи с большим количеством нагружений, там происходит очень много интересного. Таким образом, топологическая оптимизация это метод нахождения наивыгоднейшего с точки зрения, например, минимума массы или с точки зрения прочностных характеристик распределения материала в силовых конструкциях. Она отвечает на вопрос, какие силовые связи и структуры в системе нужны, как их расположить и как их связать между собой. Посмотрим пример. Это все хорошо говорить, но что с реальными деталями? А с реальными деталями все хорошо. На слайде вы можете видеть результаты применения процесса топологической оптимизации и его интеграции в наш цикл проектирования на реальных деталях. Вот есть у нас исходная деталь пара кронштейна, есть там силовая плита, и мы хотим снизить их массу. Мы даем компьютеру задачу, ставим граничные условия, и дальше он получает вот такие вот интересные вещи. Как легко заметить, самому такое нарисовать тяжело, даже не на трезвую голову. Конечно, это не обо что, эта конструкция реально имеет минимальную массу, и при этом удовлетворяет тем ограничениям по прочности, которые мы для нее задали. Конечно, машина не знает, каким образом мы будем изготавливать ее. И вот этот вот концепт или некий набросок, он используется нами для того, чтобы почерпнуть идею. Дальше выполняется его конструкторская технологическая проработка, он перерабатывается, легко посмотреть, как отличается исходная конструкция, которую нарисовал алгоритм топологической оптимизации, от реальной детали. Но при этом надо понимать, что вся концепция сохранена. И таких деталей конструктор просто так не нарисует. Эти детали не просто так были изготовлены, они успешно прошли испытания и сейчас эксплуатируются на одном из наших двигателей. При этом важно понимать, что эта деталь, которую мы получили такими методами, она может изготовлена быть как угодно. Может литьем, можно и механикой грызть ее часов 40 например на станке. Но аддитивные технологии в сочетании с топологической оптимизацией вот здесь они дадут максимальный эффект. Максимальная синергия достигается тогда, когда мы синхронизируем вместе методы проектирования и методы изготовления. Именно таким путем мы и двигаемся. Огромное количество деталей, которые прошли процесс топологической оптимизации, изготавливаются аддитивом и ставятся на наши двигатели. Все, о чем я рассказал, все те примеры численного моделирования, все вот эти красивые видео и масштабные задачи, конечно, требуют огромных вычислительных ресурсов. Все это не бесплатно, все это достаточно сложно и дорого с точки зрения железа, поэтому нам нужны средства высокопроизводительных вычислений. На сегодняшний день у нас есть три основных уровня тех вычислительных машин, которыми мы пользуемся. Это наши персональные компьютеры, сложно назвать персональным компьютером, наши боевые расчетные машины, игры на них бы точно не тормозили, правда у нас их нет. На них мы решаем задачи, связанные с моделированием какого-либо одного узла, можем простенькую оптимизацию запустить и так далее, чтобы допустим за ночь обсчиталось 100-200 вариантов. Если нам нужно посчитать некий сопряженный расчет, более сложный физикой или например некий узел практически целиком, здесь на помощь нам приходят графические расчетные станции или так называемые мини-кластеры. Это отдельные блоки из персональных компьютеров или просто блоков процессоров соединенных между собой, на которых мы и решаем эти задачи. Но если говорить о настоящих бомбе, таких как лес, ДНС и прочие мощные задачи, здесь, конечно, нам нужны суперкомпьютеры. Они у нас есть, у них производительность просто ошеломляет, она измеряется практически даже петафлопсами, то есть мы входим в достаточно высокие рейтинги суперкомпьютерных вычислений, в Россию есть огромные суперкомпьютеры, так как суперкомпьютер ломоносов, МГУ и так далее, другие машины. Именно на них мы и решаем свои максимально сложные задачи. На слайде представлено сравнение размерности расчетных задач, которыми мы работаем, в зависимости от типа расчетной машины, которой мы используемся. Так вот, например, сетка до 50-60 миллионов узлов, то есть ячеек, расчетные сетки, вполне может решаться на персональном компьютере. 150-200 миллионов это уже графическая расчетная станция, ну а суперкомпьютер до миллиарда и более узлов. Ну, если позволят занять его полностью. Мечта каждого расчетчика свой кластер. И то обладание инструментами и вычислительными средствами, о которых я говорил, то есть те методы численного моделирования, те машины, которыми мы используемся, все это в совокупности открывает нам путь на следующий этап, к следующему этапу проектирования, к созданию цифрового двойника газотурбинного двигателя. И нужно понимать, что все наши расчетные методы, все то численное моделирование, которое мы пользуемся, на сегодняшнем этапе и на прошедших, это в первую очередь помощь конструктору в принятии решения. Даже самый сложный расчет нужен для того, чтобы понять, прогнозировать и принять решение. То есть мы на основе наших результатов понимаем, как будет выглядеть наша конструкция. Следующий это создание цифрового двойника. Это момент, когда наши расчетные модели начинают развиваться вместе с нашим изделием в процессе жизненного цикла. То есть сам двигатель это многоуровневая мультифизичная система, как я уже говорил, поэтому не может быть единой цифровой модели, которая описывает полностью ГТД. То есть цифровой двойник это не одна огромная монструозная расчетная модель, которая выглядит как двигатель виртуальной реальности. нет. Это совокупность моделей разного уровня, которые взаимодействуют между собой. Все наши расчетные модели, объединяясь между собой, позволяют нам перейти на следующий этап, на этап виртуальных испытаний. Что мы делаем? Наша расчетная модель становится точной настолько, что мы можем провести вычислительный эксперимент, то есть выполнить численное моделирование с такой точностью, которая сопоставима с реальным экспериментом. не в каких-то одних условиях, когда мы настраиваемся по результатам уже проведенного эксперимента, а заранее предсказать поведение конструкции такое же, как в эксперименте. именно это и называется виртуальным испытанием. А что такое испытание? Что виртуальное, что настоящее, реальное? Это процесс подтверждения какого-либо параметра или требования. И вот здесь ключевой момент обладания всеми вот этими составляющими открывает нам путь к управлению требованиями. То есть цифровой двойник позволяет нам управлять требованиями ГТД, каскадировать их и управлять ими. Таким образом, цифровой двойник это подход к управлению жизненным циклом. Это не цифровая модель, это именно подход к управлению жизненным циклом, объединяющий виртуальный прототип реального физического изделия или какого-либо процесса, который полностью повторяет его поведение, поведение своего физического прообраза, включая внутренние процессы, условия эксплуатации, техническое состояние, а также, допустим, данные предиктивной аналитики, и развивается вместе с нашим изделием на различных этапах жизненного цикла. При этом, поскольку требования разнородные, двигатели это многоуроводная система, нам необходимо выполнять каскадирование требований. Здесь на экране представлен V-образный цикл проектирования системного на основе управления требованиями. Что мы делаем? Когда ставится техническая задача по созданию газотурбинного двигателя, у нас есть, как правило, некое базовое техническое задание, в котором содержатся только самые основные параметры, которым должен удовлетворять двигатель. И нельзя на его основе выставить конкретные требования к нашим узлам. Для этого мы определяем требования и декомпозируем их в процессе разработки. С помощью разработки технического предложения, некоего аван-проекта нашего двигателя, с учетом законодательных требований сертификационного базиса, мы прорабатываем наши узлы и выставляем конкретные требования к ним. Затем с помощью тех методов, о которых я говорил, мы выполняем реализацию нашего ГТД, его конкретную разработку, изготовлением отчасти, и дальше идем на подтверждение требований различного уровня путем разработки образцов, выполнения экспериментальных исследований на прототипах, на опытных двигателях, и таким образом замыкаем этот цикл. То есть ключевым становится именно управление и кастомизация требований. Так что же все-таки такой цифровой двойник? Из чего он состоит? Ну, в первую очередь цифровой двойник должен включать в себя геометрию. Мы должны понимать, что за геометрические параметры имеют каждая деталь в нашем двигателе. То есть по сути мы должны взять тот наш электронный макет, который разработан в КАД-системе, и построить его. Но есть интересная и ключевая особенность. У нас должна быть обеспечена прослеживаемость каждого двигателя, каждого двигателя с каждым серийным номером по этапам жизненного цикла. То есть мы должны конкретно представлять, что вот эта деталь с таким-то серийным номером в таком-то составе, в такой-то спецификации стоит на таком конкретном экземпляре двигателя. То есть мы должны управлять составом и конфигурацией изделия. Именно для этого нам и нужны подобные технологии с тем, чтобы создать его виртуальное отображение, его геометрические характеристики. Следующим немаловажнейшим этапом является так называемая КАЯ-часть, то есть Computer Aided Engineering. Это то самое численное моделирование, о котором я говорил. Легко заметить, что наша многоуровневая мультифизичная система плотно взаимодействует между собой, между всеми физическими процессами. И именно здесь мы начинаем соединять наши разнородные модели. Не только именно модели численные, то есть численное моделирование, также некие более упрощенные аналитические двухмерные, одномерные модели, термодинамические модели. Все они должны обмениваться данными между собой, все должны взаимодействовать, что позволяет создать некий замкнутый виртуальный облик нашего двигателя, то есть его виртуальный проект. Ну и третьим этапом, конечно, является его реальное изготовление, то есть моделирование цифрового двойника производства, или компьютер сам процесс моделирования производства, он называется так. Здесь, как я уже говорил, входят трехмерные и многопараметрические модели технологических процессов, оснастки, ключевые особенности производства, которым характеризуется тот или иной завод, ведь цифровой двойник производства может быть абсолютно разным на разных предприятиях, в зависимости от того оборудования, которое применяется, и в зависимости от тех отклонений допусков, которые мы получаем. И здесь, на данном этапе, возникает ключевой момент. Здесь должна возникнуть обратная связь. Мы должны наполнить наш цифровой двойник теми данными, которые получены при изготовлении реальных деталей. То есть при изготовлении лопатки мы находим те параметры, которыми она обладает, допустим, толщины, распределение углов, и закладываем их в трехмерную модель, которая до этого была идеальной, то есть ту, которую мы построили по номинальным размерам. Следовательно, наша лопаточка обретает реальные черты. Именно эту лопатку мы загружаем обратно в цифровой двойник с тем, чтобы оценить ее характеристики. И вот это взаимодействие, вот эта обратная связь, именно она кардинально отличает процесс проектирования по методологии цифрового двойника от классического инженерного цикла. Ну и финальным этапом, конечно, являются испытания. То есть сколько бы мы не говорили о важности и величии численного моделирования, численных экспериментов, виртуальных испытаний, виртуальных полигонов, все равно все определяет железо. То есть реальная конструкция, которая встает на стенд и показывает параметры. Но провести испытания это полдела. Правильное проведение испытаний содержит в себе всеобъемлющую информацию о характеристиках двигателя. Для этого мы должны использовать максимальное количество измерительного оборудования, запрепарировать двигатель, чтобы полностью узнать. Узнать максимально много, узнать максимально подробно о том, как он работает, как он себя ведет. Но и здесь в рамках концепции цифрового двойника возникает очередная обратная связь. Обратная связь с реальными данными эксплуатации. Что показывает наша конструкция? Для этого мы используем датчики интернета вещей, которые через те или иные каналы связи связываются с нашим цифровым двойником. При этом важно понимать, что двигатель испытывается не только на стендах в опытном производстве или где-то на заводе, он эксплуатируется. Эксплуатация это и есть самое настоящее испытание в реальных условиях. И именно для этого двигатели, уходящие в эксплуатацию, должны иметь определенный набор датчиков, которые будут регистрировать их параметры в реальном времени. И вот здесь благодаря концепции цифрового двойника открывается огромное поле перспективы для так называемой предиктивной аналитики. Что это такое? Наша цифровая модель на данном этапе настолько хороша, что она на основе данных, получаемых с испытаний, может прогнозировать поведение конструкции. Что это нам дает? А это дает возможность заранее определять время, когда нужно уйти на техническое обслуживание и уйти от концепции назначенного ресурса двигателя, то есть 100 часов, 1000, 10 тысяч часов, до концепции эксплуатации по состоянию. Когда машина работает на станции, генерирует прибыль нам и заказчику, а мы смотрим на ее характеристики. И как только мы видим, что по данным измерений с двигателем наступают какие-то интересные процессы, наша цифровая модель предсказывает, что происходит с ним и говорит, так, ребята, через две недели двигатель нужно будет снимать. Становится износ критический. Мы такие, ок, хорошо, поехали. Уезжаем, меняем требуемые части, все довольны, все радостны, все заработали денег, и заказчик, и мы. При этом, когда мы связали реальный цифровой двойник конкретного двигателя с его же реальными характеристиками, мы получили так называемую цифровую тень. Это цифровая тень, вот это и есть виртуальное отображение двигателя с конкретным серийным номером. Это и есть замыкающая четвертая часть концепции цифрового двойника. Но когда же цифровая модель все-таки становится цифровым двойником? А становится она им постепенно. Когда мы на основе имеющейся у нас геометрии связываем ее с расчетными данными и получаем обратную связь, когда мы взаимодействуем в обе стороны, когда наши расчетные характеристики уточняют геометрию, мы замыкаем этот цикл. Затем, как я уже говорил, возникает обратная связь с технологической наследственностью. Мы заводим влияние отклонений производства на наши расчетные модели и учитываем их и оптимизируем конструкцию с их учетом. То есть здесь приходит рабастная оптимизация. Затем мы выполняем валидацию и верификацию наших моделей на основе данных испытаний. И таким образом мы получаем следующий геометрию с учетом особенностей производства в реальных условиях эксплуатации. Оцифровку требований к изделию и узлам это крайне важно для того, чтобы кастомизировать двигатель по требованию конкретного заказчика и эффективно управлять им. Непременно точность моделирования нельзя перейти на уровень цифрового двойника, если мы не умеем моделировать физические процессы. Именно поэтому это так важно и я так подробно об этом рассказывал. При этом мы должны также помимо реальных характеристик нашей конструкции учитывать реальные характеристики материала, в том числе материала с памятью ресурса. То есть наш цифровой двойник позволяет не просто прогнозировать что-то, он позволяет смотреть и назад, он позволяет смотреть историю каждого конкретного двигателя и понимать, что с ним происходит в настоящий момент с учетом его эксплуатации. Если, например, какой-нибудь заказчик решит эксплуатировать наш двигатель, как говорится, не по состоянию, а, допустим, жестче, то мы об этом узнаем и выставим ему штраф. При этом все работы наших инженеров, как конструкторов, технологов, так и испытателей должны вестись в рамках единой информационной системы, так называемой интеграционной платформы, которая и объединяет в себя все расчетные модели, конструкторские модели, данные испытания и так далее. В настоящий момент мы заняты разработкой этой универсальной системы в рамках работ с нашими партнерами. При этом цифровой двойник, помимо решения конкретной задачи создания конкретного двигателя с определенными параметрами, открывает возможность к развитию дерева решений, дереву вариантов. Что такое процесс проектирования? Мы перебираем различные варианты, удовлетворяем одним требованием, другим. В итоге это дерево разрастается, и на основе концепции цифрового двойника, когда мы помним каждый вариант. Пусть он даже был не нужен, пусть он не пошел дальше. Мы оставили, мы запомнили, мы поняли его характеристики. На их основе мы можем, помимо проверок мелких изменений, при необходимости всегда вернуться, откатиться и посмотреть. Вдруг требования изменились? И так бывает часто. Требования меняют заказчик, требования меняют конъюнктура рынка или что-то еще, и мы должны соответствовать этому. Мы должны быть готовыми, иметь определенную гибкость в нашей разработке. Ведь когда ты пять лет разрабатывал двигатель, а после этого там, допустим, самолет поменялся, это весьма серьезный удар. И нужно быть готовым в современном мире к тому, что такое может случиться. То есть нужно быть гибче. И именно благодаря концепции цифрового двойника мы можем оцифровывать наши требования, контролировать соответствие и иметь прозрачность в нашей истории доводки и возможность вернуться на предыдущие этапы и на их основе разработать новую конструкцию. И так часто бывает. На основе одного двигателя мы разрабатываем целое семейство. Кто мешает нам откатиться назад, найти новый перспективный вариант, практически не меняя ничего больше, уйти немного в сторону и получить новую машину с намного более лучшими характеристиками. Таким образом, цифровой двойник не возникает на каком-то определенном этапе. Он развивается вместе с нашим двигателем, с нашим ГТД, начиная от разработки требований, формирования облика и процесса проектирования и конструирования, когда у нас возникает цифровой двойник изделия. Путем разработки опытных образцов и серийного производства мы получаем цифровой двойник производства. А затем на основе данных испытаний, как опытных образцов, так и реальной эксплуатации, мы формируем цифровую тень, которая также взаимодействует между собой и обеспечивает максимальную синергию тех наших различных подходов к проектированию. Таким образом, применение методологии цифрового двойника, как подхода к проектированию, позволяет обеспечить процесс управления жизненным циклом ГТД и проведения наших виртуальных испытаний, что в первую очередь снижает сроки разработки, минимизирует возможные неточности на всех этапах проектирования и везет к существенному снижению затрат. А самое главное позволяет нам уйти от концепции продажи конкретного экземпляра двигателя к концепции продажи летного часа, когда мы продаем услуги, так, как делают наши зарубежные партнеры. Поэтому то сочетание методов численного моделирования, численных методов, суперкомпьютерных вычислений, наших результатов, расчетов, труда наших конструкторов, технологов и производства, а также наших новых подходов к концепции цифрового двойника и позволит нам обеспечить конкурентоспособность нашей продукции, поведет наше отечественное двигателестроение вперед к новым вершинам. Спасибо за внимание.